Представляю вашему вниманию мою новую работу. Это шрак, связанный тунисским крючком и обвязанный спицами. Давно хотела связать из этой пряжи, любовалась на неё. Она очень мне нравилась. И вот, наконец-то, дошли руки. Очень мало идёт её на изделие. Я начала вязать шрак, потому что показалось, что мало. Было 300 граммов, и на шрак ушло всего 150 граммов. Размер где-то 46-48, возможно, даже и до 50-го. И вот, получился такой уютненький, тёплый, лёгкий. Здесь вот, вы видите, он такой светлый. Пряжа до стирки была потемнее, очень пачкала руки. А после стирки лишняя краска ушла. И пряжа стала гораздо мягче. Такая лёгкая, воздушная. Очень красиво, мне очень понравилось. Невероятно красивая пряжа. Она мне понравилась ещё на сайте. И вот, сколько не смотрю, нравится больше и больше. Покупала, правда, давно всё. Как-то никак не могла к ней подступить. И поэтому сейчас её уже нет. Это недостаток стоковой пряжи, что мало её бывает, небольшие партии. И не знаю, можно такую где-то найти или нет. Вот специально не стала мыть руки, пачкает немного пальцы. Но, знаете, даже это меня не огорчает. Думаю, после стирки будет всё нормально. Можно добавить чуточку коксуса или лимонной кислоты. И всё будет красиво. Всё будет хорошо. Это 80% меринос. 20% даже не знаю чего. Так, Катя. Вот там написано Бакон. Если в такой просто Байкон. Или не знаю, как правильно это произнести. И это пряжа с эффектом фламы. Когда-то мне не понравился такой эффект. Первый раз я его встретила на пряже романтика турецкой. Ализе, наверное, фирма, не помню. Я думаю, многие знают романтику. А здесь вот я просто в восторге. Смотрите, как интересно. Белая такая толстенькая пряжа переходит в тёмную, тоненькую. И вот такая красота. Очень красиво. Мне понравилось, как получается в полотне. И, конечно же, мой любимый тунисский крючок. Мне кажется, вот эта вот простая плетёнка. Просто идеально подходит для этой пряжи. Посмотрите. Просто невероятное чудо. Я не стала показывать, как я вязала этот узор. Потому что это обычная плетёнка. Я его уже и показывала. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы показала. Набрала я 92 петли. Воздушные. То есть у меня 92 столбика. Сейчас хочу ширину. Так. И 70 где-то сантиметров в ширину. Высоту связала я 40 рядов. Так. В сантиметрах это больше 40 получается. 42, наверное, где-то. Так. Нет. Даже 40. Ну, пусть 46. Такие вот размеры. Размеры можно вязать по себе. И вот я пришла к выводу. Чем шире вот сделаете вот эту часть, тем, в принципе, лучше. Чтобы нормально надеть можно было. А что лишнее будет, пойдёт на такие небольшие рукавчики. Такой вот крючок. Не знаю, что за фирма. Он такой вот. Один продавался у нас в магазине в городском. Понравилось мне вязать. Можно набор, кстати, купить на Алиэкспресс. Я видела. Думала, они неудобны. Но вполне можно вязать. И вот последний ряд. Хочу показать, как я его немножко закрывала. Потому что петли, если не провязать последний ряд, петли рыхлые. И вот я такими соединительными столбиками просто вводила крючок в этот тунисский столбик. И провязывала. И вот видите, здесь вот такие как бы дырочки. А здесь уже плотно получается. Сейчас я довяжу до конца ряда. И буду вязать дальше. Кайму я хочу связать спицами, резинкой. Вот, все связала. Обожгла палец. Я соединила противоположные стороны. Начало и конец вязания. Сложила пополам полотно. С изнаночной стороны, изнанка ко мне. Так вот. Лицевая часть внутри. И сейчас буду провязывать попарно петли. С одной части полотна и с другой. Не знаю, как это лучше объяснить. Ну, я думаю, все понятно. Так. Вот здесь вот я беру внутреннюю петлю. Так. А здесь тоже вот эту нахожу. Сейчас уже провязываю 3 петли. Одна на крючке и по одной с каждой части полотна. И так вот соединю несколько петель с каждой стороны. Петель 7-10. Смотря на сколько у вас широкое полотно получилось. Здесь нужно, чтобы потом туловище входило. Вот в эту серединку, которая у нас получится между... Вот. С другой стороны прихвачу потом столько же петель. Столбиков. Но я не буду показывать, потому что перед камерой это сложно. Я соединила по 7 петель с каждой стороны. Вот как с лицевой части будут выглядеть. И сейчас я возьму спицы. Спицы я выбрала номер 5. И сейчас я подниму петли на одной половине изделия. Я их просто подниму такими вот скрещенными. А в следующем ряду провяжу, скорее всего, изнаночными. Чтобы резинка не закручивалась, не оттопыривалась. Потом посмотрю, уточню и скажу вам. Смотрите дальше. А сейчас просто так вот набираю петли и их нужно сосчитать, чтобы на обеих сторонах было одинаковое количество петель. Это не очень важно. Там на несколько петель может быть отличие. Но желательно, чтобы все-таки было более-менее одинаковое количество. Вот я подняла петли. У меня получилось их 80. Я не подгадывала, так получилось. Но здесь 7 петель я еще должна буду в конце соединить. Я не знаю, понятно здесь или нет. Так вот. Здесь вот как рукавчик будет. И нитка у меня осталась здесь. Поэтому, а спицы круговые, я могу вязать любой спицей. Поэтому сейчас я вот эту вот вытяну спицу. И сразу провяжу этот ряд. Я решила вязать сразу резинкой. Петли буду вязать скрещенными, чтобы они были такие плотные. Так. Лицевая. Дальше я переверну, чтобы она такая была плотная. Снова лицевая. Изнаночная. Лицевая. Вот я переворачиваю петли. Но просто смотрите, как она лежит. Как мы ее подняли на спицу, возможно, переворачивать и не придется. А мне главное, чтобы она была такая плотная, скрещенная. И довяжу все петли до конца. Последние 7 петель можно связать лицевыми. Я довязала до конца ряда. Сейчас снова расположу так, чтобы лицевой частью они прилегали друг к другу. И соединю первые 7 петель, чтобы тоже сформировать рукавчик со второй стороны. Здесь, правда, удобно коротким крючком. Здесь на одной стороне мне уже спица помогает. Я одну петлю беру со спицы, а другую вот здесь вот за эту петлю. Можно за верхнюю петлю, можно вот за вот эту перемычку. Здесь я, пожалуй, с краю за перемычку даже возьму, чтобы у самого края было. И вот так по одной петле. Эта петля так раскрашена, как будто две. Буду соединять. Соединю 7 петель. Затем наберу, так, петлю вот на этой стороне, которая у меня пока свободная. И буду вязать по кругу резинкой. Сколько хватит пряжи или на какую длину вы хотите. Длину можно связать и не очень большую, и большую. Я не знаю, насколько у меня хватит. Может даже остаться. Посмотрю, просто сориентируюсь. Как мне понравится, так и закончу вязание резинки. Ну, я думаю, все понятно. Я не стала показывать, как я обвязывала резинкой полотно, а потом и рукава. Я думаю, с этим и все справятся. Расскажу немножко о стирке. Стирала я в машине на стирке режим шерсть. По-моему, оборотов на 500-600 я убавила. И вот все прекрасно отстиралось. Пряжа стала светлой, легкой, как я уже рассказывала. Вполне можно так вот аккуратно стирать.